Тишина Самое страшное было, была тишина. Не знаю, где враг, откуда стрелять будут. Мы же воевали все время в тылу у немцев. Мы там наводили свои порядки. Немцы убегают, а мы их встречаем. Оглядываясь назад в прошлое, Михаил Калмогоров вспоминает страшные моменты жестокой войны. Все ее ужасы ему довелось увидеть в неполные 18 лет. После окончания 8 класса общеобразовательной школы был призван в ряды армии и направлен в Новосибирск на ускоренные курсы радистов. После чего Михаила Васильевича направили мотопехотные войска в должности начальника радиостанции. Воевал в тылу у немцев. В его обязанности входило обеспечивать связь в любых условиях и при любых обстоятельствах. За мужество и отвагу несколько раз был отмечен наградами. Батальон, караульный. Что мы караульные не знали. Сейчас, когда все это ликвидировали, оказывается, мы охраняли химическую базу, отравляющую вещество. Это была станция Леонидовка, Пензенская область. Два года я там послужил и в училище уехал. Кемерово закончил училище, приехал в Дальнюю войну. Сегодня Михаилу Калмогорову 98 лет, но он прекрасно помнит своих боевых товарищей. Каждый миг, проведенный вместе с ними на войне. А в памяти всплывает ясная картина счастливого дня победы над фашизмом. Тогда 20-летний юноша был ранен левую руку и плечо. Лежал в госпитале, где выдержал две операции без наркоза. И радостную весть о победе получил на больничной койке. Когда я лежал в госпитале, и день победы наступил. Мы все спали. Невальный нас будет. Мы его ругаем. Зачем поднимаешь? Дай поспать. Какой спать? Уже победа. Как все заскочили, все танцуют, все обнимаются. Солнце было прямо как будто играло. Наш герой вместе со своей ныне покойной супругой вырастили двоих детей. 13 внуков, 6 правнуков и троих праправнуков, для которых дедушка настоящий герой. Для меня мой отец необыкновенный человек. Это не потому, что он мой отец. Все люди, которые в жизни сталкивались с ним, могут сказать о нем только хорошее. После того, как он ушел в запас, он работал в САМГУ на военной кафедре. А потом в 35-й школе военную подготовку он там преподавал. За 6 лет работы в школе он подготовил 44 ученика к сваку. В преддверии Дня памяти и почестей дом участников Второй мировой войны наполнился гостями. Здравствуйте! 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 Как вы? Как самочувствие? Здравствуйте! Очень рады вас! Ввиди вас! Поздравляю! Хаким Самаркандской области, командующий войсками Центрального военного округа и представители широкой общественности, зачитали поздравления президента страны и от его имени вручили подарки вместе с денежным вознаграждением в размере 20 миллионов сумм. Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вашей семьи. С глубоким уважением, президент Республики Узбекистан Шаркад Мурдиоев. АПЛОДИСМЕНТЫ «Мы воевали не ради наград или медалей. Мы просто выполняли свой долг и защищали отчизну». Так говорит участник войны Ахат Училов, которого навестили Хаким области вместе с военными и представителями общественности. Эркинджон Турдымов зачитал поздравления президента страны и вручил от его имени памятные подарки и денежные вознаграждения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В следующем году Герой войны отметит 100-летний юбилей. Они шли навстречу суровой неизвестности ради мира и детских улыбок. Наши герои, как никто, лучше знают цену сегодняшним мирным дням и потому призывают молодое поколение ценить благополучную жизнь и помнить о подвигах своих дедов, тех 17-20-летних мальчишек, которые в считанные дни становились воинами, пропуская через себя всю боль и тяжесть войны. Субтитры создавал DimaTorzok